Друзья, всем привет! На улице отличная погода, плюс 25 градусов, светит солнце, копают птички, а я проспал. Посмотрите на мою рожу, рожа опухшая, глаза все слезятся, ёлки-палки, у меня важные дела сегодня ждут. Открываем гараж, там стоит девяточка, там тачка Х. Что за тачка Х нас тут ждёт? Давайте погадаем. А, так это Х5. Чего, блядь? Ёлки-палки, откуда он тут взялся? Пока Денчик спал, в моём гараже появился Х5. Но обо всём по порядку, и чуть-чуть попозже я вам расскажу, что за машина, откуда она здесь появилась. Но речь сейчас пойдёт о девяточке. Запускаем, прогреваем, быстрей её делать, ремонтировать. И в гараже, в гараже, блядь, в кармане, в гараже я ещё не проснулся. У меня есть вот такая коробочка. Этот датчик отличает, который из-за температуры. В прошлой серии мы его поменяли, но он как-то не так включается, вентилятор. И нам надо поставить как минимум вот такой вот новый, хороший, он более лучший, и протестировать. Ну и там прокладка клапанной крышки подтекает. Я думаю, ну раз её надо менять, чтобы всё по красоте было, отрегулируем клапана. Хуже точно не будет, чтобы клапана не стучали, всё было чётко. Здесь вот у нас немножко сопливит, вот видите, где прокладка клапанной крышки. Так что вскрываем её, отрегулируем клапана, меняем прокладочку, и тачка будет полностью отремонтирована в строю. Ну в общем, дастишь фантастишь, а потом к этой фантастишь вернёмся, прокатимся, всё покажу, всё расскажу. Так что погнали, Вова ждёт, и я уже опоздал минут на 30. Ну и как вы поняли, ребят, это очередной влог. Ненавижу опаздывать, опаздываю уже примерно на час. Ну бывает такое, бля, проспал, будильник, орал, 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 поздно лёг, просыпаюсь, глаза чпонь, а я уже опаздываю, меня уже Вова ждёт. Не спать, нахуй, ты, бля, вафледрон. Какой вафледрон, да чё ты спишь, нахуй? Блин, капец, неудобно. Там сзади где-то пакетик. Я уже покупал прокладку клапанной крышки. Мне как-то Миша с Валерой говорили, говорят, что надо взять хорошую. Бля, неужели её куда-то просрало? Где она? Бля, она в гараже осталась, ёлки-палки. Ладно, сейчас до другого гаража. Берём её и стартуем. Миша мне говорил не брать силиконовую прокладку, но почему-то в продаже только силиконовая. И как продавец сказал, говорит, все ставят, никто не жаловался. Типа супер-пупер хорошее. Посмотрим, что скажет Вова. Чтобы лезть в двигатель и скрыть клапанную крышку, надо, чтобы мотор уже немного остыл. Так что у меня есть время купить этот патрубок, надо взять новый, потому что он стрёмный. И что-то ещё надо в магазине взять. Стартую. У меня есть минут 40, пока это всё горячо. Мы будем вскрывать и смотреть. Я сегодня не только перед Вовой накосячил, но ещё перед своим четвероногим другом. Чарли, давай на выход. Чарлик-то ещё не гулиный, терпел, родненький. Ну иди гуляй. С Вова мы распланировали целый день под меня. И, к сожалению, будем заниматься не только девяткой, но и замечательной газелью, которая даёт сюрпризы. Только сказал сюрпризы и заметил, что, кажется, у меня подспустило колёсико. Колёса надо все менять, и чем быстрее, тем лучше. И диски, и шины. Ну и подкачать, наверное, не помешало бы. Ну а главная проблема, что в один прекрасный момент сначала у меня начал прохлить спидометр. То работал, то не работал, но это редко проявлялось. Я думаю, ну да ладно. С мастерами разговаривал, они говорят, надо смотреть приборку. Там проводов очень много, возможно, там что-то. Ну и в один прекрасный момент у меня, смотрите, аптитон перестал гореть. Хоть я включаю свет, хоть выключаю. Разницы никакой нет. Он всегда должен гореть. Ни на чё он не реагирует. Обороты не показывает. Спидометр не показывает. Бензобак не показывает. Температуру не показывает. Только показывает П-паркинг. Ну а это хреново. Езжу, не знаю, какая температура, сколько бенза. Ну и на Газели так нежелательно ездить. Так что, Вова, надеюсь, ты справишься. Ну а пока я поехал за нужными запчастями для девятки. Это новую прокладочку Вова сказал взять беленькую. Патрубок и тройнички. В общем, день сегодня у нас насыщенный. Один единственный плюс. Значительное такое владение автовазом. Это цены. Вот маленький пакетик. Вот такой вот у меня в руках. Бляха-муха. А вот минус отечественного автопрома, что постоянно всё через жопу. Ну к этому вроде как привыкаешь. И вроде бы даже и неплохо. Что у нас в этом пакетике? Вот такие штучки. Это они на омыватель стёкол. Такие вот прямые я нигде не мог найти. Тройники были. Прямых я не мог найти. Потом патрубок на сапун вместе с хомутиками. И прокладка новой аквапанной крышки. Вова сказал взять белую. Ну типа белая вроде как самая крутая. И вот патрубок и два хомутика. 536 рублей. Одно хорошо, что доступные цены. Едем к Вове. Сдаём это всё. Отдаём газельку. И всё это дело будем ремонтировать. Но чуть позже посмотрим БМВ. Как всегда, не без приключений. Вова снял клапанную крышку. И нас там маленький сюрпризик ждал. Что максимально копоть, нагар. Я раньше такое не видел. Вов, ну давай в двух словах расскажи, что ты мне рассказал. Если лезть это всё дело вычищать, то надо полностью снимать весь двигатель, разбирать весь двигатель, утрозвуком чистить. Да, я считаю, что если делать всё по уму, надо всё это разобрать, вычищать механически. Если это делать химическим способом, то только качественное масло периодически меняет 2-3 тысячи. Обязательно какое-то хорошее синтетическое масло. Ну, дорогой процесс, но очень эффективный. Ежели это начать сейчас ковырять, или не дай бог залить туда какую-то промывку, 5-минутную или привычное масло, это может всё отслоиться. Вот эти хлопья могут забить масляные каналы. Вплоть до того, что двигатель просто стуканёт. Поэтому здесь либо разбираем, либо просто чаще меняем масло. Это обязательно всё уйдёт. Но есть два варианта. Это мне сейчас ехать к кузовщику, это не твоё кузовщику, к двигателисту ехать, к мотористу, и чтобы полностью всё разбирать, всё дело вымывать. Неизвестно, чем это всё дело закончится. Пока мотор, мы решили слово, работает, не дымит, не коптит, просто почаще масло, да, мотор на меня. Да, сейчас как бы двигатель как работает, и до регулировки, сейчас, надеюсь, после будет ещё лучше. То есть он вообще работает отлично. Не дымит, не пердит, развивает мощность, не воняет, ничего, лезть в работающий мотор, я считаю, не стоит. Да, есть нюанс, но я думаю, что со временем всё это можно будет убрать. Просто он засрал, то есть, скорее всего, раньше ты экономил на масле, да, какую-нибудь полусинтетику? Да, либо синтетика, либо минералка, либо, возможно, вообще просто его менять не по регламенту. Так что будем менять почаще масло, наверное, сейчас я после его потом приеду, куда-нибудь заменю. Пока мотор работает, не дымит, не коптит, всё ловненько, будем кататься на таком. Ты с помощью вот этой спиртасоба это делаешь? Да, мы утапливаем сейчас клапан и фиксируем в стакан. Регулировка клапанов происходит путём замены шайки. Шайбочку нужную подкладываем, да? А, вон она. И нужную подбираем, да? Да. Ты по этим занимаешься? У тебя много, да, таких шайб? Да, вот шайб очень много. О, нихедресили. Да, тут у нас, как сказать, разные. Вот мы берём ту шайбу. Замеряем, да? Да, замеряем, да. Вот, она у нас 366, а нам надо где-то в районе 350. Подбираем нужную, да? Всё, да, вот тут у меня куча, 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 куча. Вот. И всё, и мы там сейчас надел нужную, но вот я уже тут подобрал. Вот она 350. Ну, опять замеряем, да? На заборе тоже написано. Ага. Ну, вот она 350. И её запихиваем. Да. Теперь у нас капон был поджат, то есть, да, шайба была толще, это и эта чуть меньше. За счёт того, что она стала тоньше, зазор увеличивается. Вставляем, ну и, разумеется, проверяем. Всё, она у нас устала. Да, да. Всё, зафиксировали и проверяем. У нас вот, по идее, должно 20 сюда лезть. Две десяточки. Вот, лезет. А 25 нет. Оп. Оп. Всё. А здесь должно быть, я сейчас тоже уже заменил. Здесь у нас должно 35 лезть, лезть, а 40 нет. Ну, у нас с одним было напутанно, в итоге всё сделали, да? Да, первый цилиндр был зажат, как выпуск, так и впуск. Это, кстати, чревато прогаром клапана выпускного, впускной холодный. Такие вещи нужно оперативно исправлять. Всё, собрались. Сейчас будет первый запуск. Послушаем, как работает мотор. Ну, и нам надо её маленько подогреть, скипятить, чтобы посмотреть, как работает вентилятор. Поменяли опять этот датчик уже на новый, который стоит вот он здесь. И посмотрим, есть ли разница или нет. Ну, давай его вспортуем. Так-то всё чётко. И раньше работала она нормально. Ждём, пока нагреется. И посмотрим за вентиляцией. Двигатель работает ровно. Не коптит, не дымит. Дымочка ни одного нету. Ну, и слово решили, что надо почаще менять масло. Масло хорошее заливать. Сейчас я приобрету. И буду раз в сезон менять просто масло, чтобы промывался двигатель. Ну, явно туда не лезть. Пока всё работает нормально, нафиг туда что-то лезть. Заработал вентилятор, сейчас уже работает стабильно. Раньше он включался на 5 секунд, выключался, и через 10 секунд опять включался. Сейчас он включился, ну и работает нормально уже. Ну всё, с девяткой у нас закончено. Вентиляторы включаются, работают там 30 секунд, потом выключаются, когда машина остынет. Мотор обслужили, осталось только поменять масло, и в принципе, ту-ту-ту-фу, надеюсь, на ней можно будет кататься, и ей ничего не будет. Осталось посмотреть, аптитрон у газели, и в принципе, мы закончили в плане техники в этой серии. Хорошо, у Вовой здесь высоко, можно заезжать. Я у Вовой потом хочу сделать стеклоподъемники, когда это у нас попозже, дверные карты новые будут, сигнализацию новую поменять, по электрике, по салону. Ну тут, короче, Вова ещё, я думаю, скажет, Абрам, не приезжай ко мне больше. Аптитрон, видите, не загорается. Это нехорошо, и датчики никакие не работают, ни температуры, ни обороты. Там вовно не написано, с какой машины? Марк. Марк? Марк 2? Проводов хватает, да, всяких разных? Ну, более-менее. Ну-ка, покажи, я бы всё там заметил уже. Вот, здесь вот. Ага, как будто, как, видите, задавлено, да, как будто чем-то, такой косячок, как будто чем-то, может, он там соприкасался, с чем-то он... Что касается газели, Вова всё починил, там контакт просто отвалился, который шёл на питание, сейчас чпоньк, всё загорается, чпоньк, всё запускается, даже, вы видите, ручник горит, что ручник у нас. Так что всё заработало, оборотики растут, температура показывает, и на газели теперь можно двигаться спокойно. Надеюсь, такого больше не повторится. Добрался я до гаража, чего у меня только нету в шифонерах. Сигнализация, магнитолог, куча всяких динамиков. Вот этот пакет, чтобы вы понимали, это чисто лампочки освещения. Вот что остаётся, там миллион всяких вампочек, клипсы, детейлинг, чем делать, полировочные пасты. Но это я вам не просто так хвастаюсь, а я же говорю, что в девятке надо почаще масло менять. Тут у меня есть отделение, это канистра с бензином, если девятка будет уже мне нервы трепать, мы её нахрен подожгём, типа а-ля Литвин будет. А что вы боитесь? Аккуратно сейчас! Ебать! Но у меня есть новое масло, о, у меня даже две чукушки, нифига себе. Это я две замены могу сделать. И они с допуском под BMW, и вукоил, генезис, арматэч, типа самая премиальная линейка, полностью синтетическая. Допуски BMW, правда, это типа под Европу сделано, но я думаю девятка же, она тоже немецкая как-никак, но хуже не будет. Что, мотор-то там надо чистить, вот мы на раз замену нам хватит, и на два замену хватит. Это я покупал 8 литров, хотел в BMW залить. Да-да, вы не ослышались. Раньше я тоже относился к генезису, типа, что за дерьмо, нахрен оно мне это надо, типа самое стрёмное масло, но поговорил с мужиками, кто на станциях работает, и довольно-таки неплохое за свои деньги. И у меня где-то здесь масляный фильтр валялся, не знаю, подойдёт он, не подойдёт, я тоже вот с Бэхи остался, а где-то был с девятки. И вот мы сейчас ловы заменим за одно масло в двигатель, пусть это всё промывает, проезжу 3-4 тысячи, и на новое так же поменяю. Я думаю, двигатель хорошо отмоет, вот лукой у генезис, он как раз вот моющие средства, у него очень хороший, он хорошо отмывает движок. Но сейчас нахожу фильтр, и идём всё делаю это менять. Вот такой вот был найден фильтр, написано ВАЗ-2108, я думаю, подойдёт. Ну всё, в девяточке новая маслица, всё сделали, всё починили, ну и надеюсь, что больше ломаться не будет, и будем сейчас масло менять почаще. Я на ней немного проезжаю, если раз в сезон менять масло, а у меня там пробеги, там тысяча километров максимум, наверное, за лето накатаю, и то хорошо. Ну, в следующем году так же поменяю, надеюсь, прочистится, и двигатель будет работать. Ну, а сейчас едем в сторону гаража, и будем смотреть, что же за BMW там стоит. Одна полу-немецкая машина уже на базе, приступаем ко второй, как я и обещал. Покажу, расскажу, откуда она у меня появилась. Для этого присаживаемся в комфортабельный кожаный салон и запускаем. Красавицу! Конечно же, надпись дизель, куда без него. Дизелек у нас прогрелся, всё то же самое, интуитивно, понятное, что у нас была е60, е70, а это F-серия. По сути, та же самая машина, только более свежая, более нафаршированная. Задний ход. Отличная камера, просто лютейшая. Качество очень хорошее. Тут у нас торчит фаркоп. Ну да ладно, руль очень лёгкий, электро руль. Теперь уже не гур, а электро. И просто можно, смотрите, вот одним мизинчиком, вот такой чинг, чинг, просто как пушинка. Это, конечно же, кайф. Эту машину мы приобретали ровно в таком виде, как вы видите, ещё ничего не снимали. Спереди тонировочка, сзади фаркоп. И как купили, даже ещё ни разу не мыли. Так что смотрите, коротенький клип, как она выглядит. Ну а теперь информация, откуда появились вот эти ключики, вот эта замечательная машина в моём гараже. Но наверняка вы поняли, если была бы это моя машина, я бы уже бы снял бы отдельный ролик, отдельный обзор, всё бы вам рассказал. Но это влог, я вам показываю эту машину. Ну и наверняка вы все догадались, вы умные ребята, что недавно я продал Лене Икса, и мы искали ей новую машину. Вы наверняка уже все подумали, что вот Денчик купил своей жене тачку. Да, мы Лене ищем в приоритете именно такую машину. В следующем кузове, в следующем поколении, это называется F15, именно такую. Ну, хотелось бы только уже на М-обвесах. Там есть М-комплектация и тоже дизелька. Но это не Ленина машина. Скажите, Абрам, а чья? А чья тогда? Не твоя, не Ленина. Наверняка вы тоже все смотрели мои предыдущие ролики. Я говорил, что батя у меня продавал Лексуса, он свои вопросы решал, мы ему тюнинговали фунгарго, но фунгарго это была всегда вторая машина. Ну и вы правильно поняли, батя у меня купил BMW F15 2015 года выпуска с минимальным пробегом. Коричневый, красивый цвет в темноте, когда в темноте стоит, она прям черная машина. Когда светит солнышко, он такой коричневый, но цвет прикольный. Комплектация не М, а обычная комплектация. И у нас было два варианта. Либо за наши деньги купить М-спорт типа комплектации, но обязательно дизельная. Дизельная самая крутая, самая надежная, маленький расход. М-комплектации, во-первых, если их жило найти, во-вторых, будет годом старее, в-третьих, будет уже поюзаней, потому что, ну, на них гоняют. А эта машина была всего два хозяина, 80 пробега. М-ки продают там 150-200 пробег. Тут просто 80. Машина визуально как новая. Косяков нету. Заглянуть, если в салон, просто смотрите. Ну, конечно, надо прибраться, мы купили, так еще не прибирались, потому что машину на учет не поставили. Ну, смотрите, салончик. Кожа просто без единого изъяна. Руль. Состояние руля за 80 тысяч. Педали. Ну, короче, тачка как новая. И батя сказал, не нужны мне ваши всякие присоски, не нужны ваши там всякие проекции. Пускай будет комплектация немного попроще, пускай она будет не М-спорт, как мы хотим Лене, но зато пробег 80, два хозяина, прозрачная история, и тачка просто без вложений, но она как новая. Так что каждый решает сам, кому-то нужны присоски, а кому-то нужна просто отличная тачка, которая не будет ломаться, которая будет долго ездить, ну и беспроблемная, так как она дизель. Средний расход показывает 10 литров. Лошадиных сил у нее дофига. Она сшитая, и примерно сейчас у нее там комп показывает, у нее есть такая специальная функция, примерно 280 лошадиных сил. И хотел бы рассказать, почему батя именно купил BMW. Возможно, вы подумали, что я ему все уши прожужжал, что BMW это самая лучшая тачка, бери дизельную машину, лучше BMW ничего нету. Знаете, есть фанатики каждой марки, типа вот я за BMW. У меня такого нету. У меня были и Mercedes, Mercedes классные тачки, были и Toyota, были и Lexus. Я батя слова не сказал про эту машину. Просто он мне сам сказал, я хочу X5 в следующем кузове. Ну хочешь, бери. Мы ему помогли найти, выбрать, продиагностировать. Конечно же, загнали к Мише с Валерой, они сказали, поменяйте только масла в двигателе, в коробке, ну чтобы уже горя не знать. И катайтесь. Пробег минимальный. Батя принял сам решение. Я ему вообще даже слова не говорил. Не знаю, может быть это BMW-клещ какой-то, не знаю. Но тачка офигительная. Она надежная, она 4WD, она прет хорошо. Ну и за свои деньги, я считаю, это лучший вариант. Какие альтернативы? Ну, наверное, скорее всего, Lexus какой-нибудь RX. Ну блин, Lexus RX сравнивать с Бэхой, ну по мне так Бэхо поинтересней. Надеюсь, батя сделал правильный выбор. И надеюсь, мы ему прокачаем немного тачку после того, как мы ее поставим на учет. Она еще не стоит на нем на учете. Разговаривать можно много. В принципе, тут все понятно. Экран офигительный. Климат все есть. Музыка хорошо играет. Кожаный салон раскладывается тут все. Кожа просто... Ну смотрите, ну новая машина. 79,969. Средний расход 10,9. 26 градусов тепла. Жарища. Ну у нас работает кондер, у нас работает климат. Ну а сейчас чуть-чуть прокатимся. Тут можно сделать вот так вот, типа спорт режим. И здесь вот появились вот такие вот, типа она и ходовку меняет. Ну не знаю, насколько меняет, но хотя она написано, что меняет. Типа можешь сделать три режима. Спорт, комфорт и там супер какой-то эконом. Тут заключение стабилизации, тут помощь спуска с горы, скорее всего. Здесь это за паркинг отвечает. Жмем, смотрите, спорт. Что у нас здесь меняется? Вот видите, вот три режима. Загорелась надпись спорт. И здесь он напишет динамическое движение. Не знаю, насколько ходовка меняется, но посмотрим, насколько она быстрее поедет. И про что я вам говорю? Здесь есть такая прикольная функция. В меню, когда заходим, я уже забыл, где это находится. По-моему, нет, не информация по автомобилю, а вот спортивные приборы. И тут можешь вывести на экран, сколько здесь мощности. Машина шитая, по паспорту здесь меньше, чем 250 лошадиных сил. Но раз ее чипанули, прошили, я вот уже пробовал горцевать немного, чуть-чуть, аккуратненько. И вот тут написано, сколько мощности у тачки. А тут крутящий момент. Ну, прикольно, что сделали так. Не знаю, есть ли смысл верить этому прибору или нет, но я верю. И показало, у меня примерно 280 лошадиных сил. Давайте прокатимся и сами посмотрим. Показываю, как работает эта штука. Сейчас мы в максимальном спорт режиме. Запоминайте, насколько вот эта стрелочка будет подниматься вот сюда, вот тут максимально 320. И вот когда я газую, видите, она растет. Тормозим. Тормоза здесь тоже отличные. Рулежка здесь отличная. И вот она нам сохранила значение. Если посчитать, примерно 280 лошадиных сил в спорт режиме. Но не будем насиловать бате тачку. Жмем обычный, жмем комфорт. Рулежка здесь просто отличная. Смотрите, вот маленько руля вправо, маленько руля влево, но, блин, это как картинг. BMW очень хорошо рулится. Прям отлично. И Lexus, он более такой, знаете, вальяжный, сравнивать с Lexus. Там уже динамики такой нету, надежности нету. Многие, потому что двигатели тоже хают и коробки. Коробки там частое явление, что там что-то с ними ломается. Здесь коробка обычная, автомат, не вариатор, не робот. Тоже довольно-таки надежная. Дизельный мотор, такой же, как был у нас, только уже видоизменен, прокачанный чуть-чуть. чуть-чуть доработали. И народ тоже горя не знает. Ну, а с этим пробегом практически 80 тысяч, я думаю, если будем его вовремя обслуживать, следить, батя не будет знать бед. Ну, а динамика просто шикарная. Даже вот в комфорт режиме мы нажимаем педальку газа, подхват просто отличный, разгоняется она отлично. Просто это истребитель. Это истребитель. Тут нам надо, правда, не больше 60. Ну, блин, я кайфую с этой тачки. Так что, возможно, у нас появится в семье еще одна такая машина, потому что мы смотрим активно Лене и точно такую же машину. Но батя был первый, забрал ее. У него теперь две машины, и фунтик, и BMW. Ну, а зачем я показал эту машину в сегодняшнем ролике? Они там просто похвастаются, вот у меня батя купил машину. Ну, во-первых, сложилась такая давняя традиция, что все машины, какие были, я вам как-то показывал, знакомил. мне, в принципе, нечего вам скрывать. Ну, а во-вторых, самая основная такая причина, это, скорее всего, вы увидите эту машину еще на канале, и мы ее будем как-то дорабатывать. Здесь стоят маленькие диски. Хотелось бы диски на лето поставить побольше, но это не только мне хотелось. Батя тоже хочет. И мне сам батя подошел, говорит, ему не нравится выхлоп. Выхлоп у них, видите, какой вот кругленький, маленький. Он говорит, я хочу такой вот вытянутый, прямоугольный, как у тебя раньше стоял. Возможно, мы уберем фаркоп. Возможно, здесь будут новые бампера, но это не точно. В общем, мы эту машину будем как-то дорабатывать, чтобы вид у нее был уже поинтереснее. Ну, и, конечно же, показывать вам отдельной серии все на канале. Будет преображение этой машины. И посмотрите, что было и что стало. Но для этого нам сначала надо поставить на учет, поменять номера, помыть ее, ну, и чтобы батя хоть немного привык к ее габаритам. Просто после функарга это совсем уже другая машина. На этой ноте наш влог подошел к завершению. Мы починили тачки. Надеюсь, моя девяточка и Газель больше не будут ломаться. У меня есть еще позаниматься с Газелью. Много-много всего. Я сейчас решаю моменты и по будке, и по кабине. В общем, тюнячик там будет тоже очень много. Ну, и плюс у нас добавилось в работу Бэха. Будем заниматься, будем делать ее тоже более красивой, более симпатичной. Ну, я думаю, эта машина останется в семье надолго, потому что батя часто не меняет машины. Он если раз взял, то года два-три он на них ездит. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно наблюдать за очередным влогом. До скорых встреч. С вами был, как всегда, Абрам. Всем пока.